Всем привет! На связи Евгений Тимошов, это канал Пейзаж в кадре. Сегодня мы с вами будем говорить о фокусных расстояниях. Несмотря на то, что эта тема кажется, ну, довольно банальной, простой, в принципе, что такое фокусное расстояние, люди, увлекающиеся фотографией, узнают довольно быстро, да, практически в первый день этого занятия. Но мне кажется, что начинающие фотографы далеко не всегда правильно выбирают фокусное расстояние для своих фотографий. У меня есть свои мысли, свой опыт на эту тему, и как раз в этом ролике я хочу с вами этим опытом поделиться. Если интересно, смотрим дальше, будет много всего полезного. Поехали! Прежде чем мы пойдем дальше и будем разбираться с этими самыми фокусными расстояниями, очень важное примечание. Все цифры, все значения фокусных расстояний, которые я сегодня буду упоминать, они справедливы для камер с полнокадровой матрицей. Если ваша камера имеет матрицу с каким-то кроп-фактором, то нужно обязательно его учитывать. Например, если я буду говорить об объективе 18 миллиметров, а у вас камера, скажем, с кроп-фактором полтора, значит для вас речь будет идти о 12 миллиметрах примерно, да, если пересчитать с учетом кроп-фактора, 12, может, на полтора, как раз и получится примерно 18 миллиметров. Обязательно не забывайте про это и подгоняйте как-то вот эти все вещи, о которых я сегодня буду говорить, к вашей камере и к вашему случаю. Первый диапазон фокусных расстояний, о которых я сегодня хочу рассказать, это, конечно же, широкоугольные объективы. Они бывают разные. Например, вот это вот Carl Zeiss, у него фокусное расстояние 18 миллиметров, да, это фикс, так называемый, с фиксированным фокусным расстоянием. Но широкоугольники бывают разные. Например, тот, который использую я, это Nikon объектив 16-35. Здесь как раз вот половина диапазона этого зум-объектива, это как раз широкоугольный, тоже очень хороший объектив. Почему широкий угол часто воспринимается как идеальный диапазон, скажем так, фокусных расстояний для пейзажной фотографии? Ну, по-моему, ответ очевиден, да, вот как бы на первый взгляд. Кажется, что он захватывает, широкоугольный объектив захватывает много пространства, соответственно, можно в красивое место прийти, поставить этот объектив и все туда попадет, все будет красиво и здорово. Но на самом деле это такой немножко обывательский подход, то есть так воспринимают обычно широкоугольную оптику просто вот обычные люди, а фотографы, они мыслят немножечко по-другому, потому что для фотографа фотография это в первую очередь изображение, картинка итоговая, да, и в этой картинке есть разные планы. Есть передний план, средний, дальний план, можно их так условно разделить. Так вот, когда мы используем широкоугольный объектив, мы можем сделать очень крутую вещь, мы можем визуально выделить интересный передний план. Вы можете взять широкоугольный объектив, подойти к вот этому интересному плану максимально близко, и тем самым в итоговой фотографии этот передний план будет выделен максимально, да, то есть просто вы заставите зрителя смотреть на него и не отрываться. Это прием, который используют пейзажные фотографы постоянно, и если вы хотите снимать интересные выразительные кадры, то однозначно его стоит использовать. При этом не нужно забывать и о других планах, да, то есть плюсом широкоугольника является то, что он выделяет максимально передний план, но также у него есть и минусы, ну точнее особенности, о которых вы тоже должны знать и помнить, когда вы создаете кадр. Широкоугольный объектив, он визуально разжимает пространство, это значит, что средний и дальний план, когда вы снимаете на широкоугольник, они отдаляются, они становятся менее значимыми, если там есть важные для вас объекты, то это, наверное, не очень хорошо. Если же вам важна, например, какая-нибудь классная красивая гора на дальнем плане, при этом передний план для вас не так важен, да, он не такой красивый, не такой выразительный, вы можете взять другой объектив, не такой широкоугольный, а взять, допустим, объектив с фокусным расстоянием, там, 25-28 миллиметров. Здесь я снова покажу вот этот объектив, потому что это зум-объектив, и здесь как раз есть и широкоугольный диапазон, и умеренно широкоугольный диапазон. Значит, чем характерен вот этот второй диапазон, он очень похож на фокусное расстояние, которое стоит на основном модуле камеры современных смартфонов. Значит, если вы используете, например, 28 миллиметров фокусное расстояние, то передний план у вас будет не таким выразительным, не таким крупным, при этом средний и дальний план, наоборот, приблизятся к вам. То есть тут как раз вопрос баланса. Вы должны четко понимать, какое отношение планов вам необходимо в итоговой фотографии, и именно только после этого выбирать уже осознанный объектив. Ну и следует сказать, что если вы используете умеренный широкоугольник, типа там, 28 миллиметров, да, то вы не сможете снимать с той же точки, как на супершире. То есть, чтобы передний план попал вам в кадр, вам придется тогда отойти немножко назад. То есть вы не только выбираете фокусное расстояние, но еще и выбираете совершенно другую точку съемки. В следующий диапазон фокусных расстояний можно включить объективы с фокусными там от 35 до 50 миллиметров. Вот, например, я использую вот такой вот миниатюрный полтинник, да, его называют объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 миллиметров. Что это за объективы? Ну, в пейзаже они используются крайне редко. Почему? Потому что это объективы, которые максимально приближены к тому, что мы видим вот собственными глазами, как мы воспринимаем мир, когда просто ходим по улице там, да, или сидим дома. Эти объективы, они дают максимально такую, ну, как невыразительную, что ли, картинку. Именно поэтому в пейзажной фотографии они используются крайне редко, потому что в пейзаже очень часто, ну, большая ставка делается на визуальную какую-то необычность, скажем так. Но эти объективы, они очень хорошо подходят для, например, съемки портрета в окружении, когда вы не очень близко приближаетесь к объекту съемки, ну, там, к человеку, да, если речь идет о портрете. При этом вы хотите показать контекст, вы хотите показать окружение, то есть пейзаж или, опять же, комнату, в которой находится этот человек. Почему я сказал, что не нужно слишком близко подходить, например, с полтинником или 30 миллиметров к человеку, к объекту съемки? Потому что если вы будете снимать с близкого расстояния лицо человека, оно визуально исказится, да, то есть черты лица исказятся, человек будет немножко не похож на самого себя. Если вы снимаете немножко со стороны, да, с какого-то расстояния, то этой проблемы нет, и получается вот идеальный объектив для объектов в окружении, когда вам важен и сам объект, и контекст, в котором он находится. Обратите внимание, у меня сейчас в руках находятся два объектива, которые визуально очень сильно отличаются. Да, вот этот объектив, это 50 миллиметров, я его уже показывал, с фиксированным фокусным расстоянием, простой полтинник. Вот этот объектив, чтобы вы думали, он тоже 50 миллиметров, но это уже фирма Carl Zeiss и весит он, наверное, раз в 10 больше, чем вот этот пластиковый объектив. Если вам интересно, почему одинаковые по характеристикам, по цифрам, скажем так, объективы могут отличаться по весу в 10 раз и по цене в 10 раз, и в чем действительно отличие, стоит ли переплачивать, например, да, то напишите в комментариях, я запишу отдельный ролик на эту тему, он скорее будет каким-то таким техническим, но там тоже могут быть занимательные вещи, у меня есть несколько идей. Пишите в комментариях, если хотите видеть такой ролик на канале. Еще одно не совсем пейзажное фокусное расстояние, это 85 миллиметров, ну и вот как пример, да, это объектив Carl Zeiss 85-1,4, по-моему. Это офигенный такой портретный объектив, и как раз вот я и хотел сказать, что 85 миллиметров очень часто используют для съемки портретов. Почему? Потому что мы можем снимать лицевой портрет, поясной портрет, при этом мы не подходим близко к объекту, ну чисто за счет вот того, что это уже телевик, да, по сути, и у нас не искажаются черты лица, это главный такой критерий портретной оптики, да, чтобы лицо выглядело естественно и нормально. При этом, так как это телевик, очень хорошо он размывает задний план и позволяет легко добиться маленькой глубиной резкости, что, в общем-то, актуально для портретов или каких-то вот отдельных объектов, да, когда мы снимаем фотографии и делаем акцент на просто на один объект. Не совсем это пейзажное фокусное расстояние практически никогда не используется именно в таком виде, да, допустим, отдельный объектив. Но, тем не менее, об этом я не могу не сказать, потому что я думаю, что канал смотрят не только пейзажные фотографы, и, естественно, люди хотят разобраться в сильных и слабых сторонах того или иного объектива. Ну и, наконец, еще один классический пейзажный объектив. У меня это объектив никоновский 80-200, но, в принципе, более современные аналоги, они имеют фокусное расстояние 70-200. Если вы планируете снимать, например, в горах, да, сцены, где есть много разных планов, то как раз идеальный вариант взять такой объектив с собой, и не только потому, что он умеет вот приближать, да, мы можем там издалека что-то снять крупно. Опять же, это такой немножко обывательский подход. Фотограф, я повторяю мысль, которую высказал в начале, он мыслит планами и отношением планов между собой. Когда мы берем телеобъектив, он работает противоположно от того, как работает широкоугольник, да, широкоугольник визуально пространство разжимает, а телеобъектив визуально пространство сжимает, то есть он приближает планы друг к другу, и получается такая характерная телевиковая картинка. И именно в горах, где планов действительно может быть очень много, плюс присутствует еще фактор вертикальности, фактор высоты, да, то есть вы можете одну и ту же сцену фактически снимать с разных точек и с разной высоты. Вот именно в горах этот объектив проявляет себя максимально круто, да, максимально выразительные кадры можно там получить. Но я скажу так, что не только горы – это вотчина этого объектива. Если у вас есть любая сцена, в которой вы хотите, допустим, взять человека или какой-то объект и показать его в контексте, да, создать эффект масштаба, то телеобъектив – это тоже ваш выбор. Только при этом нужно четко понимать, как этим пользоваться, да, то есть, допустим, есть у вас человек, и вы хотите снять его в красивом пейзаже, при этом передать вот этот самый масштаб, о котором я сказал. Вы можете, первая мысль такая, да, я снимаю пейзаж, надо взять широкоугольный объектив, но при этом, чтобы человек был, ну, каким-то значимым, крупным в кадре, вам придется подойти к нему поближе. За счет того, что планы у вас при этом разъедутся, да, визуально отдалятся, то человек останется большим, а весь окружающий пейзаж станет маленьким, и это вряд ли то, чего вы хотели добиться. А вот если вы возьмете телеобъектив, отойдете подальше, да, при этом человек у вас станет визуально маленьким, а пейзаж останется большим, да, то есть, те же там горы или какие-нибудь объекты, они останутся большими. Соответственно, с большой дистанции, если вы снимете тот же сюжет, человек у вас будет небольшого размера, а пейзаж будет огромным и таким величественным, и это совершенно другая картинка, другое ощущение от фотографии, в общем, все другое. Поэтому, вот, когда вы выбираете фокусное расстояние, тут я уже к выводам, наверное, перехожу, вы должны четко понимать, какую картинку вы хотите получить, и в первую очередь, я еще раз повторяю эту мысль, мне кажется, она очень важная, вы должны мыслить именно планами, то есть, какие планы для вас важны, что вы хотите выделить, что для вас не так важно, и какое отношение, какие пропорции между планами должны быть в вашей итоговой фотографии. Тогда вы будете мыслить именно как фотограф, а не как вот обычный человек. Ну и напоследок я хочу закончить таким джентльменским набором объективов для пейзажного или тревел-фотографа. Меня часто об этом спрашивают, но, в принципе, все объективы я уже показал, да, просто я теперь покажу именно вот те, которые я использую. Вот это объектив с диапазоном 16-35, чаще всего я использую его именно как широкоугольник. На всякий случай у меня есть полтинник, я говорил, что на это фокусное расстояние пейзаж снимается редко, но, в принципе, иногда нужно снять портрет в окружении, да, я этот объектив использую. Ну и на самом деле бывают и видовые пейзажи, которые хорошо снимать и не на широкий, и не на телеобъектив. Это как раз вариант с полтинником. Ну и вот этот объектив, я про него только что рассказывал, да, телеобъектив, который использую чаще всего в горах, потому что я люблю путешествовать именно в горы, и там он раскрывается максимально круто. Ну, а на этом ролик я буду заканчивать. На связи был Евгений Тимошов. Если вам видео понравилось, показалось полезным, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, а если подписались, то прожмите колокольчик, да, чтобы видеть уведомления о новых видео и смотреть вот их сразу после выхода. И, собственно, на связи был Евгений Тимошов, это канал Пейзаж в кадре. Очень рад, что вы смотрите видео, очень рад, что у меня есть такая классная аудитория. Будем общаться дальше, увидимся в следующих видео. Всем пока и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!